итак всем привет начнем где взять блендер интерфейс навигация то есть блендер ну думаю уже не для кого не секрет это продукт с открытым исходным кодом то есть бесплатный переходим по ссылке блендер орг жмем большую синюю кнопку и вот тут вы уже можете сказать качать и выбрать версию под свою операционную систему рекомендую там брать порта был на скачивать и работать с ним вот в данном случае у нас сейчас два версия 28 3.5 версия с долгосрочной поддержкой но я буду в своих видео до использовать экспериментальную 291 данный момент версия альфа вы опять же жмакаете эту кнопочку вот и пойдет закачка у вас архив чека вот ее буду использовать то что есть там определенные плюшки да они будут появляться в 283 постепенно но сейчас доступны и тут и некоторые из них уже использую вот когда-то нажали до выбираете сохранить где-то сохраняете потом папочку мы просто разархивируем секрет как разархивировать и есть у нас такой экзешник да у меня будет версии 283 и 5 и 291 если будут какие-то моменты отключаться отключаться я буду открывать показывать вот да есть экзешник чек я его вынес себе на панельку вы его запускаете да я уже поскольку вниз отсюда классно вот и все загрузился у нас до единственная отличительная такая особенность у вас он еще спросит какой кнопочкой вы будете вы выделять я с 2010 года выделяю правой кнопкой мыши и переучиться я уже не могу да и не хочу мне очень удобно и когда вы выбираете правую кнопку мыши хоть и говорят что все изменится все равно там при разве рисовании весов для костей несколько удобнее доделать переключение и можно сразу же ну например простая такая операция правой схватил и потянуться сразу если вы левую кнопку вы выберете для этого выделения вам придется вот чтобы делать такие нам моменты схватить и перетащить сразу же вам придется тут выбирать этот кнопочку твик и едет вот поэтому я правой буду вам показывать до скринкаст и если вы вдруг для себя выбрали все-таки левую кнопку мыши выделения опять же я буду комментировать моменты но на показе клавиш смотрите обращайте внимание я буду выделять правой кнопкой мыши в общем блендер до блендер запустился опять же да не буду рассказывать прям там все моменты на это уйдет ну годы годы наверно до воды видео вот ну как бы интерфейс стал так более дружелюбным для юзеров в 279 до более скрыто было тут много чопа выносили стало как-то логичнее и понятнее что ли вот и так некоторые прошу операции некоторые моменты сразу прошу прощения буду делать быстро потому какие делать медленно уже как-то у меня не получается вот тем более делать медленно в блендере это не очень так переходим до в настройки что я там включу к себе ну первое интерфейс вы можете взять и выбрать себе перевести интерфейс ну что я очень не рекомендую делать единственное что можно перевести это ту типы то есть всплывающие подсказки вы наводите на какое-то поле у вас теперь на русском языке все отображается вроде бы все понятно опять же если вы используете 291 вы можете тут галочку девелоптер экстрас до включить и вам станут доступны экспериментальные фишки там новая система через стиц некоторые моменты там по скульптингу вот но в принципе ничего такого сейчас не надо вот единственное включим вот здесь надо то есть включили себе туз титул типы дальше я перейду перейду навигацию я себе выставляю до автоперспектив она будет стоять по умолчанию и авто депс и зум тумаса маус позиция авто депс скажу что по умолчанию что делает эта галка если вы ее снимете к примеру вот то ваш объект будет у вас вращаться вернее сцена вокруг выделенного объекта да вот ну и никак иначе то есть вы можете центрировать и вращение происходит относительно него вот этот опять центрируете камеру будет относительно неё то есть вращаться и мне это не очень нравится да поэтому я ставлю себе галку депс сейчас покажу что это ну зум тумас позиция думаю понятно куда где курсорчик туда и скролется а вот авто депс теперь это где я схвачу да за элемент курсором мыши схватил тут за кубик а я относительно этого момента теперь и вращает от кубик свечу тут относительно этой точке тут схвачу относительно неё а и то есть удобно мне не надо опять же делать каких-то лишних микроопераций что-то центрировать перевыделять я всегда могу все покрутить как мне захочется то есть это вот что она делает потом гейма вот тут у меня выбрано до что я выделяю правой кнопкой мыши в принципе опять же да тут все в системе если у вас есть хорошие там видеокарты меня в данном случае две карты rtx и ай седьмой да и rtx поддерживать технологию кекс рендерит еще быстрее да поэтому выберу тут оптикс ну если у вас ничего нет то ничего и не выбирай опять пока для видео ничего не надо да для кэширования все зависит от вашей как бы оперативной памяти ну и соответственно чем больше тем лучше что мы тут еще можем аддон и по мере необходимости я буду включать их и говорит что я включил и где он включается до в блендере очень много аддонов они по умолчанию просто отключены вот когда будет них необходимость мы будем их включать так ну а так вы там можете темки себе поклацать какие-то предустановки вот тут в viewport и опять же все зависит от вашей видеокарты какая она да вы можете там анти или азин хиле в данном случае я пока увеличу например все вот вы можете отключить если viewport заметно что-то там тормозит а также также кстати не знаю можно его отключить не знаю еще как на видео будет не будет ли никаких там шумов и так далее у вас возможно вот этой кнопки не будет да она вот по умолчанию вот так стоит галочка авто сейф и типа сохраняется автоматически но я люблю это нажимать так пока что хватит да если к этому буду возвращаться что-то настраивать обязательно по прокомментирую вот так интерфейс в принципе да остался так таким же да то есть у нас такая модульная система и в модулях каждом модуле загружены какие-то данные на в данном случае вот это данные 3d viewport да мы можем его там поменять на image editor вот да то есть любые данные можно подгружать также сюда например точно так же можно взять подгрузить 3d viewport и выбрать например вид из камеры и он может находиться вот здесь ну и так далее да тут в общем-то поклацать опять же есть какие-то вопросы пишите я отвечу возможно что-то какой-то момент пропущу будет непонятен но постараюсь все рассказать также есть да такие рабочие среды то есть уже настроены например модельных если вы перейдете вы сразу же попадаете в режим редактирования там скульптинг у вас также там настройки уже кистей какой-то шейдинг и так далее юви эдит оттенг то есть где мы будем работать с ю и координатами раскраска текстур опять же там шейдингу вот ну и так далее эти рабочие среды вы можете настраивать сами и сами себе их добавлять также сама их можно и удалять или дублировать и можно между ними вот переходить также до подписаны горячие клавиши горячие клавиши это очень важный момент в блендере вот именно они делают его таким быстрым все настолько как бы продумано и не стоит их даже и менять от привыкнуть и к ним они очень логичны и очень правильно настроены просто даже банально нажмете x да он вас спросит хотите ли вы действительно удалить кубик да вы подтверждаете дилита если вы нажмете кнопку дэлит он удалится и без подтверждения то есть о чем говорит что x вы могли бы и нажать нечаянно да и тогда он подтверждение спрашивает а дэлитит вы уже точно намеренно пальцем лезли туда вот так и поедем да то есть навигация и всякие такие делишки как она происходит в блендере изначально сейчас открываем до новую сцену а ну давайте еще чуть-чуть по окнам да как в блендере 279 вы можете их дублировать если как бы ну раньше он тут был помечен такой вроде как треугольничек что вы знали что можно за него схватить сейчас это не так явно да но так же эти окна тянутся до тянем вниз если вам нужно их схлопнуть в принципе делаем там тоже самое тянем в другую сторону или же на вот этом разделении промовой кнопкой join areas да и вот мышкой водите туда-сюда и указываете какое окно нужно сожрать вот то есть любое вот вот это настройки вы можете изменить как бы под себя как вам захочется так далее включу горячие клавиши а вот дант нажал как бы больше есть есть две панельки я не знаю в общем там умничать не буду как они называются вот эту называю n панели панелью да потому что если нажать горячую клавишу м то она будет вылазить вот и тут есть настройки дают трансформации нашего объекта вот есть панелька каких-то там инструментов вот она тут же дублируется есть менюшка view где мы настраиваем наш viewport то есть нашу виртуальную камеру да то есть вот viewport вот это то что мы видим мы видим как бы из виртуальной камеры которой тоже есть там фокусное расстояние и есть такие моменты типа откуда вас смотреть и до удало смотреть нашей видео нашему вот этой виртуальной камеры да вот это вот например сейчас если подъеду видим вот такая штука получилось это клиппинг да то есть у нас начало установлено что мы начинаем смотреть с 10 с одного сантиметра да вот если нам это значение не такое нужно мы можем изменить например и смотреть с одного миллиметра а также о миллиметрах сантиметрах в блендере вы можете легко выбрать их вот здесь да пусть будет миллиметр и вот видим с одного миллиметра начинаем смотреть в общем иногда да это нужно и удобно тут же есть там настройки 3d курсора вот есть такое меню аннотаций это у нас grace pencil называют карандаш если вы вдруг им порисовали потом вы удалить в общем-то ничего не можете немножко обнотации создается слоем нажали минус удалили все также для этого карандаша есть горячие клавиши если d зажать а то тогда вы будете рисовать и левая кнопка мыши d и правая кнопка мыши вы будете использовать затирочку но также можно опять его удалять так там меню edit тут будут появляться еще всякие дополнительные инструменты и аддоны ну и вообще одной которые будете включать они будут в данном случае вот это у нас аутлайнер менеджер сцены вот и меню настроек на тут есть настройки рендера вывода настройки настройки наших слоев для визуализации настройки самой сцены настройки мира настройки данных объекта на вот сам объект в данном случае куб его настройки переключитесь на другой да в данном случае у нас опять настройки теперь лампочки и у каждого объекта есть еще тут и данные да и в зависимости от типа объекта эти данные могут меняться вот лампочки да вот видно вот этот что это за конструкция короче вот тут данные объекты если выберем лампочку они изменились вот то есть ну могут изменяться эта панелька модификаторов панелька работы с частицами потом настройки физики настройки привязок всяких опять же данные объекта панелька с материалами и панель для работы с текстурами внизу видите timeline до временная шкала нужно будет нам для анимации так теперь поедем дальше то есть в вращать viewport видно вот здесь вы зажимаете колесико мыши и вращаете shift и колесико мыши вы будете перемещать control и колесико мыши вы можете приближать и отдалять viewport alt если вы будете хватать вы будете как бы переходить в разные виды вот потянули там вид сверху то есть поворачивайте объект на 90 градусов и переходите в ортографический вид удобно опять же при скульптинге также до для вас там появилась вот такая панелька нажали на буковку z вы теперь вид сверху до видах пишет также вот это строчка y нажали вид сзади там x нажали справа вот но навряд ли ими будем там пользоваться я точно ими не пользуюсь давно для начала как для ознакомления в принципе довольно неплохо опять же взяли за лупу потянули приближайте отдаляете рука перемещает объекты сюда перешли вид из камеры также в каком когда вы в каком-то виде вот в перспективном допустим на вот этой штука и вы можете переключаться между перспективой и ортографии вот ортография это у нас то есть объекты или изометрия до без перспективных искажений так вроде бы да поперемещали но еще очень важно нам нужны будут виды виды я сейчас сделаю мартышку чтобы понимать как переключаться сделаю мартышку одну возьму ее показ дублирую эту мартышку куда-то еще перекручу вот так сейчас расскажу о видах и на этапе блокинга когда вы изменяете локальные координаты объектов это тоже будет в общем-то удобно виды да то есть изначально вы появляетесь в перспективном виде и перейдем от цифровой клавиатуре не к тем циферкам что над буковка именно ну под руки у кого нет ну ну пада дают там есть но в руки без него одну не очень это хорошо лучше купить клавиатурку этим нам под я много полезных клавиш тела и первые до полезные клавиши это например нам постоянно нужно будет как бы перемещает вращает масштабировать объекты это лучше делать будет из-за ортографических видов да когда вы в перспективе например что-либо возьмете вот вы будете перемещать объект относительно вьюпорта нашего вот а если вы будете переходить в ортографический вид ведь у вас как бы вот одной оси не тут которая смотрит на вас она исключена и по ней движение уже не происходят хватаете объекты перемещаете и все как бы хорошо и бельми между этими видами легко и быстро можно по переходить и вот как же переходить то есть вот тут желательно дам чтобы пальчики привыкли еще желательно когда вы начали начали изучать блендер завести себе какую-то тетрадочку и начать туда выписывать горячие клавиши вы когда их там запишите пару раз они точно у вас как бы в памяти откладываться вот ну и всегда можно обратиться к своему блокнотику и посмотреть на них и не тратить кучу времени мотая видео туда-сюда вот и так добить сверху слюну как было в перспективном до что-то выделено не выделено сейчас это неважно у нас просто вели виды и то есть мы манипуляции с юппортом нажимая семерку видим да я попал вид сверху также топ написано вот ортографик а еще тут метры написано это то есть размер ячейки будете приближать от он пишет сейчас размер ячейки 10 сантиметров вот еще ближе то есть вплоть до миллиметров у нас видно да мы на виде сверху хорошо теперь нажму единичку это вид фронт вот нажмем тройку это вид справа если вы будете нажимать с контролом да то есть control семерка соответственно попадем вид снизу control 1 вид сзади control 3 вид слева еще можно в принципе быстро например в виде спереди нажали единичку нажать девятку да и вы попадете в противоположный и он работает в принципе даже вот с такого вида как бы зеркало нажали на 9 да и вы с обратной стороны появились были например на видео вот справа нажали девятку появился у вас вид слева вот то есть очень удобно опять же пятерочка да это вы в ортографический перспективный вид переходите 89 это вы по моему вид вращаете на 15 градусов перехожу 8 нажимаю и проворачиваю нажимаю двойку в другую сторону также четверка и шестерка относительно вашего объекта на 15 градусов камера будет перемещаться так сейчас еще какие-то были некоторые не использую поэтому забываю а вот если зажать shift и четверку или шестерку это типа орбит орбиту крути на сценку надо как-то повернуть сверху и нажимаю shift его четверку в эту сторону крутим шип в эту сторону так выделим вот эту еще от есть локальные виды да и как я говорил на этапе блокинга то есть что значит локальные виды у каждого объекта тут сцене вот изначально когда они появляются если мы сейчас покажем гизма они появляются с локальными с глобальными координатами да и вот они глобальны когда мы объект начинаем вращать у него появляются свои у него лицо это всегда как бы лицо например период да эти координаты можно посмотреть вот тут выбрали local и видим наши оси изменились и например очень удобно когда вы на этапе блокинга да то есть делаете какую-то модельку вот ну какого-то робота например и потом переходить как бы это так сказать давайте сделаем кубик вот одна штука вот это еще будет штука типа голова вот есть дан голова тела давайте еще я скопирую несколько ножки и ручки так сделали и вот голова к примеру повернута а мы потом хотим переходить до в какой-то вид и вот нам проще там будет редактировать сетку когда голова у нас плоско сразу разместилась да то есть какой-то плоскости вот как здесь да что-то по ней там перемещать и делать это в плоскости вот есть локальные виды если нажать shift например и единичку видите я перешел в локальный виде вот этого вот квадрат и он теперь у меня спереди и мне удобно с ним работать да например перешел вот сюда я хочу быть как бы на виде сверху нажал shift семерка и вот он мой кубик да я с ним тут работы ну и в общем работают эти виды и тоже может пригодиться да можно об этом опять же себе как-то пометить что такое бывает еще подробнее по видам вы всегда можете обратиться в меню view вот и посмотреть и поклацать некоторые тут моменты да все горячие клавиши как бы подписан вот ну важные штуки это 7 единичка тройка очень еще важная штука это слышно цифровой клавиатуре мы переходим в локальный вид да то есть все элементы прячутся мы работаем только с одним опять нажали опять вернулись точка это центрировать объект до пор как бы размеру вьюпорта выделили что-то нажали точку вот она подъехал 0 это будет вид из камеры то есть сюда перешли вид из камеры это будет изображение получаться именно из камеры удалили камеру блендер ничего не сможет отрендерить в отличие от 3d макса до рендерить можно нажав в 12 клавиши да и получили пока что непонятную штуку если сейчас возьмем нажмем и вид удалим видеокарту нажмем в 12 ведь у нас вот то есть не получается ничего рендерить добавили камеру и будет все у нас туда замечательно так ну вроде бы да это наша навига навигация то есть как бы видовое окно фьюпорт как с ним работать тут опять же нужно нужно покрутить попробовать вот и тогда переходим перейдем к следующему уроку да это манипулирование манипуляции с объектами с примитивами вот ладненько до следующего видео пока